МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всесторонняя поддержка. В Абакане продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Нужны вещи первой необходимости. Власти Абакана прорабатывают проект по переводу на электроотопление частного сектора. Затраты на свет людям возместят с помощью субсидий. В Абакане проходит муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года». В испытаниях принимают участие 12 преподавателей. Все на лыжи. В воскресенье 6 марта любителей активного образа жизни приглашают на лыжню. Гостей ждет развлекательная программа, угощения и конкурсы. Здравствуйте! В эфире телеканала Абакан-24. Информационная программа «Сегодня» в студии Татьяна Крапивина. Не переключайтесь, я расскажу о самых заметных событиях дня. Всесторонняя поддержка. В республиканской столице для сбора гуманитарной помощи профильные службы открыли пункты приема, куда можно приносить продукты, постельные принадлежности, технику и другие бытовые предметы. Кроме того, специалисты Минтруда и социальной защиты Хакасии составят социальный паспорт, где пропишут основные потребности пострадавших семей и нуждаемость в вещах первой необходимости. Беженцев из Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома. Сегодня специалисты социальной защиты встречают в некоторых регионах России. Наша страна продолжает принимать людей, нуждающихся в помощи. Накануне в Абакане составилось межведомственное совещание с участием министра труда и социальной защиты республики, где определили будущие гарантии комфортного пребывания беженцев и в Хакасии. Для каждого создадут специальный паспорт, где укажут потребности, нуждаемость в вещах первой необходимости, в школах и детских садах для детей, работе для родителей, поясняет об этом министерстве. Задача, которую поставили перед Министерством труда и социальной защиты республики Хакасии заключается в следующем, что наши специалисты, то есть как только мы узнаем информацию о том, что на территории республики Хакасии прибыл семья или гражданин из этих регионов, то, соответственно, мы выезжаем, точнее наши специалисты, управление социальной поддержкой выезжают, составляют социальный паспорт, в социальном паспорте туда вносится общая информация, то есть место, время, прибытие, год рождения, то есть в чем они сейчас нуждаются, то есть или они заехали к родственникам, или, допустим, есть необходимость в жилье, то есть для этого у нас планируется социальная гостиница для приема таких граждан. Если, допустим, необходима помощь Минздрава, то есть мы будем человеку рекомендовать обратиться в Минздрав, в какие-то там учреждения, если это помощь, там, миграционная служба туда, если это какая-то помощь от пенсионного фонда, то есть потом, получается, прибывает же не только, ну, скажем, как бы граждане, прибыль от пенсионного возраста граждане прибывает, то есть здесь тоже, соответственно, если гражданство Украины, то есть надо уже сделать, чтобы люди получали какие-то пенсионные выплаты. Кроме документальной помощи в Абакане ведется и гуманитарная. В двух городских точках на улице Игарской, 15-Б и на проспекте Дружба народов, 2-А. Ежедневно с 10 утра и до 5 вечера на пункты сбора гуманитарной помощи можно принести еду, воду и другие предметы первой необходимости. В республиканской столице работают два пункта по сбору гуманитарной помощи. Первый на Игарской, 15-й, а второй по Дружба народов, 2-А. Ориентир здания МФЦ. Можно приносить бутилированную воду, одноразовую посуду, косметику, бытовую технику и другие предметы быта. Также стоит внимание обратить и на еду, которую вы приносите. Она должна быть в упаковке и с этикеткой, а также долгого срока хранения. Константин Аникин, Артем Амзараков, новости. Добавим, сейчас у мошенников появились новые способы выманить деньги у граждан. Одни стали представляться военными и просят помочь нашей армии. Другие предлагают россиянам перевезти деньги родне на Украине. Об этом пишет Российская газета. По данным издания, людям звонят неизвестные и представляются благотворительной организацией, которой якобы поручено организовать помощь тем, у кого близкие находятся в непростых условиях. По их словам, с вещами пока волонтеры работать не начали, а вот для сбора денег открыли специальные счета. Кроме предложений помочь родственникам, телефонные мошенники стали представляться сотрудниками полиции и Министерства обороны и интересоваться, будет ли абонент помогать нашим военнослужащим. Помощь они согласны брать только деньгами. Сотрудники правоохранительных органов призывают быть бдительными и не доверять незнакомцам. Городским темам. Власти Абакана совместно с правительством республики прорабатывают проект по переводу на электроотопление частного сектора. Территория для его реализации сейчас определяется. Планируется, что за потребленную на отопление электроэнергию домовладельцам будет предоставляться субсидия. В какой стадии находится разработка проекта, нашему корреспонденту подробнее рассказал первый заместитель главы Абакана Владимир Жуковский. Итак, уважаемые зрители, сейчас мы находимся в кабинете у первого заместителя главы Абакана Владимира Ивановича Жуковского и попросим его ответить на наши вопросы. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Итак, Абакан, можно сказать, вплотную подошел к решению задачи по переходу на альтернативные источники отопления для частного сектора. Один из них, как известно, как раз электроотопление. Что на сегодняшний день решено и каковы ближайшие планы? Ну, давайте начнем с того, что еще 2021 год, будем говорить, эта идея по переходу на другие источники, кроме угля, теплоснабжения, они очень остро, будем говорить, встали и, соответственно, прорабатывались. Ну, один из путей – это все-таки централизованное теплоснабжение, части районов, где это возможно. В принципе, это начала осуществляться, эта идея, по крайней мере, вдоль 10-го жилого и в 9-й теплотрассу строят тепловики, зайдут. Еще был опробирован один из вариантов возможного такого инициатором были Сибирская генетичная компания – это переход на так называемое бездымное топливо, то есть на брикеты, уже, будем говорить, подготовленные для того, чтобы как можно меньше было выбросов. Ну и самый такой, будем говорить, вообще бездымный вариант – это все-таки переход на электроотопление. Нам нужно сейчас прописать механизм, каким образом либо гарантирующему поставщику компенсировать то, что потребитель, будем говорить, использовал на электроотопление, либо все-таки идти по пути непосредственно каждому, как на сегодняшний день проплачиваются все социальные и прочие выплаты. То есть человек сначала оплачивает в полном объеме, потом ему на расчетный счет, соответственно, поступает сумма компенсации. Вот сейчас, на последнем совещании, это было позавчера, представителем правительства, главой региона была поставлена задача Министерству природных ресурсов совместно с Комитетом по тарифам энергетики прописать вот эти моменты. Во-первых, нужен норматив. Норматив на один квадратный метр, тот, от чего будем отталкиваться. Владимир Иванович, мы понимаем, что в целом весь Абакан этим проектом сразу охватить не получится. Какие территории станут пилотными? Просчитано несколько вариантов. Варианты в плане каком? Потому что варианты в плане, какое количество может сегодня безболезненно быть переведено без большой реконструкции подающих сетей, тяговых подводов, тяговых, говорю, питающих подстанций и так далее. Есть ли мощности? То, что немаловажно. Далее, приспособлена ли система отопления индивидуального жилого дома к тому, чтобы уже использовать электроотопление. То есть, есть ли электрокотел какой-то, либо он смонтирован вместе с угольным и так далее. То есть, разные варианты. Но и окончательно все-таки пришли к тому, что в любом случае пробовать надо. И пилотным проектом все-таки планируем взять 10-й жилой район. Мы вот так вот наглядно наши сетевики поделили на этапы. Но это пока все предварительно. То есть, что это значит? Потому что все сразу и везде, либо разрознено, ну практически невозможно. Ну и о планируемом результате. Почему реализация этого проекта одинаково важна как для частного сектора, так и, скажем, для жителей многоквартирных домов, то есть для абаканцев в целом? По большому счету, тоже экологи просчитали, если перевести 10-й жилой район, то где-то в среднем месячно выбросы снизятся где-то на 2,5-3 тонны, в смысле, по массе. Ну, это существенно, конечно, но большого влияния вот один вот этот пилот на общую экологию, конечно, наверное, не окажет. Поэтому здесь должны участвовать и муниципальные образования близлежащие. Это Усть-Абаканский район, это Черногорск город, это Алтайский район, я имею в виду Белый Яркой, Балый и так далее, под Синее. Потому что эту информацию мы тоже по количеству индивидуальных жилищных участков всю собрали, плюс собрали всю информацию по дачным участкам, но на сегодняшний момент, где уже дома признаны жилыми и, соответственно, стоят на кадастровом учете, и люди там уже зарегистрированы, используют, соответственно, отопление для своего проживания. Большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Думаю, телезрителям всем было интересно услышать от заместителя, руководителя города ответы на такие актуальные злободневные вопросы. Хорошего вам дня! Спасибо, до свидания, всем хорошего дня! Новый импульс развития района Полярный. На северо-восточной окраине Абакана началось строительство многоквартирных домов. На пустовавшей площадке между Дреной и Дамбой проектом предусмотрен целый квартал. Около 60 тысяч квадратных метров жилой площади и полторы тысячи жителей, как минимум. Микрорайон будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой. На примыкающем к нему участке запланировано возведение небольшого детского сада. Жилой район Полярный в Абакане снова прирастает многоэтажками, новыми домами, объектами благоустройства и социальной сферы. Первой ласточкой в свое время стал комплекс на пересечении улиц Крылова и Маршала Жукова. По опыту строительства этого жилого комплекса, по опыту строительства новой согры, которой мы там построили 13 домов на одной земельной площадке, и все, так сказать, увязав в один жилой, так сказать, массив с элементами благоустройства, отдыха и так далее. Сейчас мы подошли к строительству следующего, так сказать, жилого комплекса. В прошлом году мы приступили к проектированию, в этом году мы уже строим первый дом и надеемся, что к концу этого года первая очередь первого дома в микрорайоне Лазурный будет сдана в эксплуатацию. С появлением нового квартала на углу Крылова Жукова население Полярного увеличилось как минимум на полторы тысячи человек. Вместо двух ветхих бараков из 16 жилых помещений построен дом, в котором 14 подъездов, или 738 квартир разной площади. Если сравнить даже 15 лет назад, что было на месте вот этого комплекса, жилого комплекса, который построен МЖФ, то я вспомню, как мы убирали парк, заваленный мусором, какие трущобы были в виде вот этих двух бараков, поэтому строительство вот этого комплекса жилого, оно придало толчок к дальнейшему благоустройству микрорайона. В настоящий момент решается вопрос, уже не только решается, а уже идет застройка, микрорайона Лазурный, который располагается за дренажным каналом нашего микрорайона. Это дает тоже размышления к дальнейшему благоустройству нашего жилого района. Новый квартал на берегу Дрины будет рассчитан по меньшей мере на две тысячи человек. Кирпичные дома разной этажности, из нескольких блок-секций и примерно 50 или даже 60 тысяч квадратных метров жилья. Объективно говоря, сейчас за дренажным каналом возводится вторая полярка, целый микрорайон. Он получается, что ограничен по большему счету с одной стороны дреной водоема, с другой стороны объездной дамбой и границей города Абакана. Вот такая закрытая территория с отдельным въездом, будем так говорить, непроходные дворы для транспорта. Большие отдельно стоящие парковочные площадки для жителей города, где будет размещаться их автотранспорт. Вот примерно в таком ключе. Планами работ по этому земельному участку предусмотрено, что мы будем здесь работать по комплексному плану развития территории. А что в этот комплексный план развития территории входит не только жилищный строительный, это элементы благоустройства и элементы социального обеспечения. В том числе мы за свой счет будем строить здесь небольшой, но детский сад. Кстати, название «Лазурный» для этого нового жилого комплекса выбрали сами абаканцы. После презентации, которая состоялась весной прошлого года в городской мэрии, специалисты МЖФ запустили на своем сайте открытое интернет-голосование. И вот результат. В Абакане соседом Полярного станет микрорайон «Лазурный». Следующая информация для тех, кто почему-то считает, законы принимаются, чтобы их нарушать. Накануне административная комиссия Абакана назначила почти десяток штрафов нарушителям тишины и порядка. Итак, буквально вчера штрафами обернулось веселье сразу для семи нарушителей тишины и покоя. Они слушали громкую музыку, кричали, шумели и даже стучали в стены соседям в многоквартирных домах на улицах Кирова, Некрасова, Щетинкина и Вяткина. Вопреки сложившемуся стереотипу, административная комиссия быстро реагирует на жалобы. Есть протокол – платите штраф, господа. И пусть его размер невелик от одной тысячи рублей, зато вызов на комиссию и ненужное разбирательство гарантированы. Поэтому еще раз напоминаем, есть статья 74 о законах Акасии об административных правонарушениях. По ней к ответственности можно привлечь за нарушение покоя окружающих с 22.00 до 8 часов утра следующего дня – это в рабочие дни – и с 22.00 до 9.00 следующего дня – выходные и по праздникам. Штраф, но за другое нарушение заплатит владелец собаки – это статья 49, ненадлежащее содержание животных. Его питомец гулял, где вздумается, без хозяина. О поводке и наморднике можно вовсе не упоминать, но главное – животное было вообще не вакцинировано от возможных инфекций, в том числе от бешенства. Наказание также вынесено владельцу частного дома на улице Домостроительной за складирование всевозможных отходов, в том числе строительных, и прошлогоднего сухостоя на территории общего пользования. Как пояснила староста жилого района, дом этот куплен недавно, мусор остался от прежних хозяев. Новоселам дали срок – месяц, чтобы убрать мусор, либо привлечь к этому прежнего хозяина. Но, как видите, ввоз и ныне там. Елена Лобанова, Василий Конзычаков, новости. Сегодня состоялась комиссия церкви. Центра занятости я вхожу в эту комиссию по одобрению бизнес-планов на получение субсидий. Субсидии разные. Есть субсидия на регистрацию индивидуального предпринимательства. Там можно получить до 120 тысяч. И на регистрацию самозанятости 25 тысяч можно получить. Вот сегодняшние наши заявители. Один человек на самозанятость будет изготавливать кондитерские изделия, при этом платить налог на профессиональный доход. То есть работает безработников, самостоятельно женщина, будет печь пирожки. Один у нас был предпринимателем, хочет стать регистрация индивидуального предпринимательства. Он будет делать музыкальные хакасские инструменты. Еще один план – это организация пекарни по выпечке хлеба безглютенового. Тоже интересный проект. С начала года в Каворкин-центр муниципального фонда развития предпринимательства обратились более 30 человек, в основном с целью составления бизнес-планов. В журнале учета посетителей есть немало благодарностей и теплых слов в адрес специалистов фонда, которые консультируют и помогают. Бизнес-план – необходимый документ для получения социального контракта. Мы, конечно, помогаем. Кто-то работает полтора-два часа, кто-то приходит по несколько дней, дорабатывает. Но такая возможность есть, и люди пишут хорошие отзывы. Большое спасибо, что заставили буквально. Я, конечно, не заставляю, но пишут – заставили сделать самостоятельно. Наталья Бажина – одна из получателей субсидий от государства. Она занимается изготовлением авторских декоративных свечей и ручной работы. Реализует свою продукцию через сувенирные магазины. Социальный контракт помог ей заниматься любимым делом и получать с этого определенный доход. Что необходимое для работы удалось приобрести на 250 тысяч рублей и как осуществляется контроль за использованием денежных средств, она рассказала нам сама. Я считаю, это очень большая поддержка для тех людей, которые хотят попробовать какое-то свое дело организовать. Потому что 250 тысяч – это все-таки такая значимая сумма, на которую можно приобрести хотя бы какие-то базовые вещи, с которых можно начать. Я приобрела, во-первых, оборудование, чтобы мне было удобно, где этим заниматься. То есть у меня стол такой очень удобный вдоль всей стены, на котором можно и заливать, и все формы выставлять одновременно. Я приобрела также силиконовые формы, в которые я заливаю эти свечи. Естественно, материал, из которого мы эти свечи делаем. Вас как-то контролировали, я имею в виду, использование вот этих государственных денежных средств или нет? Само собой, все контролируется. То есть все затраты, которые я сделала, это все было проконтролировано, все чеки были собраны, мы это все сдавали. То есть все в соответствии с бизнес-планом, который был разработан. С начала года в Ибакане одобрено более сотни социальных контрактов. В этом году желающих значительно больше, чем в прошлом. Прием заявок ведется уже на середину года. К происшествиям. Не везет, так не везет. Пьяный житель Таштыбского района за полтора часа дважды попался инспектором ДПС. Сперва мужчина в алкогольном опьянении решил перейти проезжую часть в неположенном месте. Нарушителю выписали штраф в 500 рублей. Спустя всего полтора часа в поле зрения экипажа попал автомобиль Ниссан. И каково же было удивление полицейских, когда за рулем они увидели знакомого, того самого нетрезвого пешехода. Проведенное освидетельствование показало превышение допустимой нормы алкоголя в 15,5 раз. В итоге водитель получил повестку в суд, который и определит наказание. Первый пал травы зарегистрирован в Хакасии. Накануне, во второй половине дня, в Аскизе загорелось сухое поле. Прибывшие на место пожарные справились с огнем за 10 минут. Площадь степного пожара составила 200 квадратных метров. Это первый пал травы в этом году. В целом за прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировано 3 возгорания. В Усть-Абаканском районе потушили вагончик и баню. Оба происшествия случились из-за проблем с печами. С начала года в нашей республике зарегистрировано уже 284 пожара. В Хакасии подтверждено еще 8 случаев смерти пациентов с COVID-19. Скончались 5 женщин и 3 мужчин. Все старше 60 лет. Общее число зарегистрированных летальных случаев в регионе с начала года – 244. За прошедшие сутки в республике выявлено 298 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 800 человек. Всего с начала года в Хакасии подтверждено уже больше 30 тысяч случаев инфицирования. Несмотря на послабление режима ограничений в регионе, вакцинация продолжается. На данный момент прививку поставили 296 тысяч жителей Хакасии. Ревакцинацию прошли 67 тысяч человек. Доверьте заботу о чистоте вокруг вас блестящим специалистам своего дела. Профессиональная уборка помещений. Мытье балконов, лоджи и окон. Мойка натяжных потолков. Клининговая компания «Чистый дом». 26 46 46. Обращаю ваше внимание. Усталость в ногах, ночные судороги в окроноженных мышцах. Все это признаки варикоза, который может привести к тромбозам, инсультам, инфарктам. Клиника «Лазер Мед Плюс». 21 21 45. Вяткина 45. Стоматология «Блеск». Это лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов без боли. С гарантией. Звоните. 30 68 03. Что дарит уют и тепло после бодрящего душа или горячей ванны? Конечно же, нежные женские махровые халаты. А мягкие, как пух, полотенца будут радовать всегда. Подарки к 8 марта для любимых. Дом текстиля. Перекресток Кирова-Ярыгина, 21. Павильон текстиль на китайском рынке рядом с отделом ковры. Покупайте линолеум, не как у всех. Экологически чистый линолеум «Таркет» с необычным дизайном. Акции и скидки каждый день. Особенный линолеум до своего дома выбирать в авангаре. На Пушкино, 221. Банк России разработал новые меры поддержки заемщиков. Так, банкам и микрофинансовым организациям рекомендовано приостановить процедуры принудительного выселения должников. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. Кроме того, принято решение отложить введение ограничений на количество выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов. Эта мера будет действовать до 1 января 2023 года. В декабре регулятор сообщил, что намерен обсудить введение лимитов по потребкредитам и займам. На первом этапе предлагалось ограничить выдачу кредитов с показателем долговой нагрузки выше 80%. Человек живет столько, сколько живут его дела. Сегодня день рождения почетного гражданина Абакана Владислава Михайловича Торосова. Ему исполнилось бы 85 лет. Звание почетный гражданин Владислав Михайлович удостоен в 1999 году за большой вклад в социально-экономическое развитие города, которым руководил почти полтора десятилетия. По его инициативе и при его участии в столице Хакасии была создана современная коммунальная инфраструктура. Пущен первый городской троллейбус и утвержден герб Абакана. В одной из своих книг Владислав Михайлович Торосов говорил, жизнь – это не только число прожитых лет, это прежде всего сумма полезных дел. Человек должен быть полезен для семьи, села, города, родины. Благодаря результатам своего труда он остается в памяти потомков. Владислав Торосов родился 3 марта 1937 года в семье председателя Хакасского облсполкома. Его отец был репрессирован. Так что, как вспоминал годы спустя Владислав Михайлович, мое детство было сиротским, а потому холодным, голодным, неуютным. После окончания Черногорского горного техникума он работал геологом в Читинской области. Затем получил диплом Красноярского института цветных металлов. В начале 1970-х годов прошел обучение в Академии общественных наук. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. С 1964 года Торосов перешел на партийную работу. Сначала в качестве инструктора обкома и второго секретаря Абаканского горкома. В 1977 году Владислав Михайлович избран председателем горосполкома, фактически главой города. Столице Хакасии он посвятил почти полтора десятилетия. Благодаря Торосову у Абакана появился герб. По его инициативе и при его непосредственном участии благоустроены зоны отдыха и смотровая площадка на горе Самохвал, а на абаканских улицах начали курсировать троллейбусы. За большой вклад в социально-экономическое развитие города 26 октября 1999 года Владиславу Михайловичу присвоено звание «Почетный гражданин Абакана». В Хакасии появился новый объект культурного наследия. В перечень исторических ценностей включили водонапорную башню в поселке Копьево, сообщает госинспекция по охране объектов культурного наследия республики. Сохранившиеся до наших дней объекты промышленной инфраструктуры России конца XIX – первой половины XX века являются уникальными архитектурными памятниками. В свое время их эстетическому внешнему виду, несмотря на техническое предназначение, уделялось особое внимание. Прекрасный пример сохранившейся промышленной архитектуры того времени – водонапорная башня станции Копьева. Помимо главной функции водоснабжения, она являлась дозорным сооружением и использовалась как пожарная каланча. Учитель года – 2022. В Абакане проходит муниципальный этап конкурса профессионального мастерства среди педагогов. В испытаниях принимают участие 12 преподавателей. Сегодня у многих из них прошли открытые уроки. Причем вели их педагоги не у своих учеников, а у незнакомых школьников в лицее имени Николая Булакина. Далее расскажем подробности. Легкое волнение перед входом в аудиторию вмиг улетучивается, когда видишь заинтересованные взгляды учеников. Артем Андреевич Понарин предстает перед школьниками в образе Владимира Маяковского. В 140 сон закат было, в июль катилось лето, была жара, жара плыла, на даче было это. Я ничуть не отличаюсь от своих коллег-профессионалов, но по моему убеждению не существует правил создания стихотворений. Каждый поэт создает их сам. И я их создаю. Позвольте представиться. Я Владимир Маяковский. Артем Понарин учитель русского языка и литературы Абаканской гимназии. Педагогике всего три года. Признается, что увлечен своей профессией, а интересно преподносить знания на уроках, ему помогает актерское мастерство и занятия в театральной студии. Профессионального роста, развития, посмотреть на себя со стороны. На что я способен и чему я уже научился, а что мне предстоит освоить. Учитель года – один из самых престижных конкурсов профессионального мастерства среди педагогов в России. Сначала проходит муниципальный этап, а затем республиканский. Далее финалисты борются за это высокое звание с коллегами из городов и регионов России. Хакассия достойно представляет себя на этом конкурсе. Каждый раз педагоги придумывают интересные формы общения с детьми. Я крикну солнцу, дармоэ, занежен в облакаты, а тут, не знаю, ни зимний лет, сиди, рисуй плакаты. Я крикну солнцу, погоди, послушай, златолоба, чем так без дела заходить, ко мне на чай зашло бы. Отборочный тур конкурса проходит в лицее имени Николая Булакина. Примечательно, что педагоги ведут уроки не у своих учеников, а у совершенно незнакомых ребят. Поэтому самая главная задача увлечь детей, чтобы занятие прошло гармонично. Несмотря на то, что у нас есть критерии оценивания, очень важно и ценно то, как дети оценивают наших конкурсантов. Приятно видеть, когда после урока дети аплодируют учителю. Когда они говорят ему спасибо и приглашают работать в свою школу. Дарья Казах, Зураб Кабахидзе, новости. Если мы удачно выберем труд и вложим в него свою душу, то счастье само отыщет нас, писал Константин Ушинский. Сегодня мы продолжаем рассказывать о молодых учителях и педагогах. Среди них Ксения Кузнецова. Она очаровывает мальчишек и девчонок русским языком и литературой. Мы можем нарисовать два дерева. Одно из них будет с листочками. Это будет говорить о том, что это одушевленные признаки. А то, что без листочков увядшее, такое испорченное, некрасивое, это будет неодушевленное. Давайте изобразим их таким образом. Школьники. Всегда такие разные. Яркие, как карандаши в коробке. Ежедневно звенят куплетами песен о дружбе. Мерцают огоньками, украшающими привычные будни. То тихие, как колыбельные, то шумные, как морские игривые волны. Все они – часть чьей-то жизни. Целая, огромная вселенная, которая нуждается в безусловной любви и принятии. Моя профессия для меня – это моя жизнь. Учитель – это ты учитель и днем, и ночью, потому что есть такие вопросы, которые требуются решать и поздно вечером, и проверка тетради тоже занимает очень много времени, и подготовка к урокам тоже. Поэтому я постоянно держу себя в тонусе в плане рабочего дня. Я стараюсь с детьми общаться не как взрослый человек, как учитель. Прежде всего, я им друг. Это с целью того, чтобы они могли доверить мне любые свои секреты, чтобы я им в чем-то помогала, чтобы у них не было страха ко мне подойти, какой-либо вопрос задать. В преддверии Международного женского дня в школе номер 26 рабочий процесс идет своим чередом. Несмотря на то, что впереди весенний праздник, и обязательно будет радость и вдохновение. Сейчас, вооружившись карандашами, ручками и линейками, дети изучают имя существительное. Рядом с ними их педагог – чуткая, добрая и внимательная Ксения Кузнецова. Молодая специалист пришла в школу в сентябре, и сейчас для ребят она – Ксения Аркадьевна, а еще и классный руководитель. Мне очень нравится, как Ксения Аркадьевна ведет уроки. Она все очень красочно объясняет, и материал доносит очень понятно. У нее всегда интересные уроки, никогда не бывает скучно. Ксения Аркадьевна – это молодой педагог, которая пришла к нам 1 сентября, после окончания сразу в вуза. Нужно сказать, что этот человек очень инициативный, хочется сказать, что она очень хорошо влилась в коллектив, активная очень. Она у нас поет, она у нас является участником многих школьных мероприятий. Да, в этой работе нужно быть в деле 24 на 7. День всегда наполнен исследованиями, встречами, советами, смехом, удивлением, консультациями, праздниками, конкурсами, экскурсиями. Словом, нет времени скучать. Интересная, увлекательная работа. Когда я сюда пришла, еще 31 августа, я про себя подумала, ну неужели все, взрослая жизнь, работа. Но 1 сентября, придя сюда, познакомившись с детьми, наладив с ними контакт, у меня страх ушел. Мне, как я уже говорила, это все нравится, родители у детей прекрасные, то есть любые вопросы они помогают мне решать, это очень спасает ситуацию. Ну и коллектив в школе. Пообщавшись с Ксенией, пришло осознание, она сама в душе ребенок. Добрый и чистый, именно поэтому школьники ей доверяют, принимают и пускают в свой мир. По словам нашей героини, самое главное в работе педагога – любить детей. Любить просто так, ни за что, отдавать им свое сердце. И тогда счастье само протянет к тебе руки. Екатерина Шахаева, Василий Конзычаков, Новости. Студентка из Абакана представляет республику на национальном конкурсе «Красоты». Краса студенчества России, пишет Репаблик. Анна Сдохлеева из Хакасского госуниверситета в 2020 году стала победительницей в конкурсе «Мисс и мистер ХГУ». Также она занимается добровольческой деятельностью. Особое место в жизни девушки занимают спортивные танцы. В 2018 году Анна стала победителем на открытом городском турнире по спортивному танцу. На участие в конкурсе «Краса студенчества России» было подано более 300 заявок от студенток, вузов и профессиональных образовательных организаций со всей страны. Теперь участницы ждет ряд индивидуальных испытаний – самопрезентация, фотоэтап, орфографический диктант, творческое выступление и специальные конкурсные задания. Все на лыжи. В воскресенье 6 марта любителей активного образа жизни приглашают на лыжню. Соревнования посвящены встрече весны, поэтому всех гостей ждет развлекательная программа, угощения и конкурсы. Дистанции предусмотрены для детей и взрослых независимо от физической подготовки. Первыми по традиции стартуют самые юные спортсмены. Участие в состязаниях бесплатное. В воскресенье 6 марта в парке культуры отдыха города Абакана состоится физкультурно-спортивно-массовое мероприятие на лыжи. Регистрация участников будет проходить в цокольном этаже спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина с 10.30 до 11.30. В 12.00 состоится торжественное открытие и концертная программа за вторым мостом. В 12.15 будет дан старт участникам дошкольного возраста, а в 12.30 будет дан старт всем желающим. Ограничений по возрасту абсолютно нет. Необходимо будет преодолеть дистанцию всего лишь один круг. Также будут работать три локации. Это туристический лабиринт, метание валенка и пинбольная площадка. В завершении выпуска о погоде. В Хакасии продлили штормовое предупреждение. Сильный ветер задержится в республике еще на день. По информации регионального гидрометцентра, порывы могут достигать 25-30 метров в секунду. На дорогах гололедится. Будьте осторожны. А на этом пока все. Еще больше новостей на нашем сайте abakan24.ru. Ищите нас в кабельных сетях Орион Телеком, Телецентр, Скат и Ростелеком. Смотрите нас также через OTT-сервисы с матрешкой ТВ и Lime HDTV. До свидания и всего вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok